22 марта в нашей стране отмечается День работников системы Махали. Как сказал президент Шавкат Мерзиёев в праздничном поздравлении работникам и активистам системы Махали Узбекистана, Махали являются символом национальной идентичности, оплотом мира и дружбы, взаимного уважения и согласия в стране. Особое значение имеет то, что система работы в разрезе Махалей широко внедряется во все сферы и по всем направлениям. Сформирована эффективная структура в составе председателя Махали, помощника Хакима, женского активиста, лидера молодежи и инспектора профилактики. И это дает положительные результаты. Президент отметил, что в последние годы эффективность работы Махали повысилась. Это можно увидеть на примере развития предпринимательства и создания новых рабочих мест в Махалях, укрепление стабильности и атмосферы духовности в обществе, снижение преступности. В 2023 году в год заботы о человеке и качественного образования для благоустройства 5800 махалей направлено 30 триллионов сумм. 22 марта во всех уголках страны прошли праздничные мероприятия. В этот день в Алмалыхском зале торжеств состоялась встреча трех поколений, на которую были приглашены военнослужащие, стоящие на страже мирной и спокойной жизни народа, те, кто, отдав долг Родине, находятся в запасе, а также родители, родственники военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Почетными гостями торжества стали активисты системы махалей столичного вилаята. В праздничном мероприятии принял участие Хаким Ташкентской области Заир Мирзаев, поздравивший участников мероприятия с весенним праздником Навруз, поблагодаривший всех за самоотверженный труд во благо родной страны, а также отметивший, что есть, конечно, глубокий смысл в организации встречи трех поколений в дни празднования Навруза. Родители, пожертвовавшие своими дорогими детьми во имя мира Родины, являются настоящими героями нашего времени, символами мужества и несгибаемой воли. Распоряжением в Хакима области 55 семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, получили пособие. В ходе торжественных церемоний, согласно указу президента Республики Узбекистан, за большие заслуги в повышении роли и авторитета Махали, достойный вклад в укрепление согласия в обществе, бережное сохранение наших подвековых традиций, обеспечение стабильной духовной среды, а также популяризацию здорового образа жизни в семьях, воспитание молодежи в духе любви к Родине и уважение национальных ценностей, группе активистов системы Махали Ташкентской области были вручены правительственные награды и почетные знаки «Гордость Махали». В числе награжденных представители Алмалыкских Махалей Навруз и Абдулла Авлони. Алмалык Шахар, Навруз Махалла Фухоралар Игана Раиса, Джураев Абдулджопор Тагаевич. Алмалык Шахар, Абдулла Авлони, Махалла Фухоралар Игана Раиса, Джон Заква Насиба Абдулбаи Тагаевич. Как уточнила председатель Махали Абдулла Авлони Насиба Танзакова, наградный знак «Гордость Махали» – это заслуга всех активистов Махали, которые общими усилиями стараются сделать все возможное, чтобы улучшить уровень жизни горожан. В настоящее время в Алмалыке ведется большая работа по поднятию статуса Махалей, создаются условия для работы. В 12 Махалях города построены здания схода граждан. Все работники системы Махали-Валмалыки стараются внести достойный вклад в дело усиления роли и значения органов самоуправления граждан в обществе, осуществления социальной поддержки населения, широкомасштабных профилактических мероприятий и общественного контроля, укрепления межнациональной дружбы и согласия, воспитания молодого поколения в духе любви к родине и верности идеям независимости. Ведь, как сказал президент страны, Махаля, где решающее значение имеют голос и мнение народа, является прочным фундаментом в построении нового Узбекистана.